Постараемся и качественно в него внесем нужные нам мысли, то он может на протяжении сотен тысяч лет, миллионов лет или даже миллиардов, в зависимости от внешних обстоятельств. Потому что, допустим, одно дело, если какой-то минерал будет лежать в грунте, защищенный грунтом или защищенный другими камнями. А другой будет под ветром, дождем и всякими природными такими... То есть ситуация неоднозначная совершенно, хотя мысль можно внедрить там за несколько секунд, лишь бы качественно это сделать. Но с камнями, что еще интересно, что, допустим, в отличие от серебра, серебряные священные знаки, которые делаются, в них изначально уже вставляется определенная идея. И она там уже будет, пока его не переплавить. Его можно внешне запачкать, но внутренняя идея, которая в серебре там глубоко вставлена, она все равно будет существовать. Ну а для серебра разрушение, это же переплавка? Ну да. Допустим, а так само же для камней, что когда идет разрушение, то нарушается их целостность? Нет, это совсем не с той оперы. Я не разумею. Смотрите, ситуация в другом. Ситуация в том, что серебро, вот оно плавится. Во время плавки в серебро вставляется определенная идея. Эта идея там находится до тех пор, пока не переплавится. И что бы при этом вы не делали, что бы при этом кто не делал, по сути дела, она там останется. Даже если внешне запачкать сам священный знак, даже если на него нанести внешнюю какую-то мерзопакость, то эту мерзопакость, как нанесли, так можно и убрать. Внутренне там все эти энергии останутся и никуда не делаются. Камень, его можно эти энергии менять как бы постоянно. Поэтому, допустим, восстановление священных знаков с помощью соли, оно уместно, когда, допустим, священные знаки, которые, они вот из серебра отлиты там, рахманами или другими священнослужителями энергии заложены, и оно функционирует. Допустим, с Чупакаброй я пообщался, священные знаки почернели, я их могу положить на соль, соль уничтожит чупакабрные энергии, которые сверху насели на знак, и снова та благодать, которая вовнутрь вложена в священный знак, выйдет и будет функционировать. Тобто, он будет просто лежать на соли, а протирать соли не треба? Ну, здесь я сейчас не вдаюсь во все подробности, потому что и нужно и протирать, и там и мантры читать, а здесь еще зависит от загрязнения, в каких-то случаях это нужно особо качественно, в каких-то случаях кошачьим волосом, в каких-то это не надо, в каких-то надо что-то другое. Я сейчас же не ставлю себе за цель перечислить все-все-все-все-все-все, допустимо, возможно, вероятные варианты того, что можно делать с священными знаками, как при очищении. А на камне легче навести такую самую порчу, так поменять ее направленность, или что? Дело не в том, дело в другом. Дело в том, что, как же это правильно, ну, допустим, хорошо, сравню тогда священный знак с лампочкой, а камень сравню не с лампочкой, а камень сравню с каким-то предметом, допустим, с зеркальным таким шаром каким. Там, вот на дискотеках, на всяких таких штуках некоторые используют это дело. То есть получается, что зеркальный шар, он сам света своего не имеет. Что на него направь, то как бы и будет отражаться. Так же ж? Или по-другому, священные знаки мы сравниваем с Солнцем, а камни мы сравниваем с Луной. Священные знаки, они имеют собственный заряд, но ведь вы же знаете, что Солнце может затмеваться Луной. Так же ж? Так, допустим, и сила священных знаков, она может иногда как-то перекрываться, она может иногда как-то что-то с ней делаться с помощью чего-то, кого-то. Но всё равно я хочу, чтобы вы это для себя отметили и очень качественно запомнили, что вытравить из священного знака освящение я не представляю, каким путём. Единственный способ — это переплавка священного знака. Я с трудом. Причём, конечно же, переплавка может быть как просто инициирована внешним воздействием, так и инициирована какими-то мистическими воздействиями. И, конечно же, какой-то тёмный мах уровня, как тот же самый Ордан, умноженный на миллиард в десятимиллиардной степени, естественно, что может что-то такое сделать. Мистически переплавить? Ну да. Ну а насправді таких людей не є так багато? Ну да, тоже правда. Так що мистично переплавити священні знаки, то редко кому вдасться. Да, это почти невозможно. То має бути протидія таких же сильних людей. Ну как сказать? Вот Рахманы освящают. Рахманы освящают, учитывая то, что они это делают по канонам, то если полностью знак освященный Рахманом, то его как-то там, что-то с ним сделать очень тяжело. Тротично неможливо. Да. Но всё равно уже какие-то демоны есть, которые могут противостоять и Рахманам. Есть демоны, к примеру, которые успешно противостоят даже Богам. То есть есть. Я не хочу сказать, что этого нет. Вопрос в том, сколько их и попадется ли хоть одна из таких зверю у вас когда-нибудь в жизни? Хоть издалека вы увидите ли её или нет? Так я, может, буду ей не цікава. Або им цікаво займатися с такими сильными особистостями. Таких я и... Согласен. То есть это вот если, допустим, вы уже будете уровнем где-то богов, то тогда потенциально возможно, что какая-то такая зверюха вами заинтересуется. До тех пор вы ей сто лет не надо, то есть зверюхи. Звучайно. Поэтому, как бы, за это можно не опасаться пока. Но обычных каких-то зверюх, они не смогут вытравить то, что в знак заложен. В то же время камень, его кто угодно, даже кошка ваша сможет вытравить. По-настоящему я сейчас не шучу. Совершенно факт, который подтверждён ведами, что если, например, вы оставите знак возле кошки, не знак, а предмет из камня, если вы положите его возле кошки, и он будет долго-долго возле той кошки лежать, то вполне вероятно, что кошка вложит в него свои мысли. Кошачьи. Ну, а какие у неё кошачьи? Да. И что может быть? Ну что, ничего. Какая накладка будет? Чи знищуется та информация в камне? А появляется друг? Вообще я потерял понятие, как ответить на этот вопрос. Смотрите, мы говорим о том, что камни являются способными к сохранению, долгосрочному сохранению влагаемой в них информации. Так. И мы говорим о том, что вложить эту информацию в камень достаточно легко. Так. Как бы, ну да, что-то кошка вложит. Ну, а то, что было, оно что, знищится? Что было? Ну, допустим, там есть информация. Какая информация? Если мы берём вообще за просто камень, чистый камень с улицы. Я думала, что мы говорим о том, что там, допустим, уже какая-то информация есть, а она знищивается вновь накладенной. Ну, да, нет, да, нет, нет, да. В зависимости от того, какая информация, когда, кем. Ну, еще по серии тоже, так? Ну, да. Ну, вопрос, какая информация. Если, допустим, отдать какому-то специалисту, так, чтобы он там сделал вплоть до того, что там молекулярное преобразование, здесь еще один такой нюанс, что металл, это не надо быть даже особым специалистом, чтобы сделать, потому что металл его расплавил, и молекулярное преобразование, вот оно готово. Что вам там надо? Да, ничего не надо. Так же ж? А что вам надо для того, чтобы камень расплавить? Это уже сложновато. Я могу скорее еще разбить, чем расплавить. Нет, я сейчас не за то, чтобы вообще расплавить, а за то, чтобы расплавить жидкое состояние, на жидкий металл наносятся мысли. Помните же, я тебе? Циво металл, так. Я все это говорю в контексте внесения информации, что металл легко превратить в такую субстанцию, на которую максимально легко записать информацию. Но она запишется до следующего расплавления металла. На камень можно записывать, но она будет сверху записана. Глубинную информацию туда записать вообще почти невозможно. Глубинно у камня есть свое вот это протосознание, которое имеет какие-то свои идеи, и которому вы не особо интересны. Оно даже вас понять не может. Для него вы, как для вас планета. Вот можете ли вы осознанно там с планетой общаться? Причем у вас хоть какие-то, допустим, представления есть о том, что такое планета, и на основе лет вы можете как-то там себе что-то в этой планете представлять. А камень, что он у вас будет представлять? Ничего, наверное. Ну какие-то будут чувства, что вот что-то там рядом с ним есть. Есть что-то большое, что-то светлое, вкусное, и все. Но вы на него сверху написать можете много чего. И это также легко все списывается. Со священного знака, даже у священных знаков, есть много вписанных алгоритмов самоочищения. Другой вопрос, что если священный знак будет очищаться на теле человека, то тогда вся эта же гадость пойдет в человека. Поэтому это не особо хорошо. Ну как чернеет, нужно очистить. Ну это мы чуть-чуть отклонились. Все это в контексте духовного развития искры. Так вот, получается, что на том уровне уже начинают появляться какие-то проблески сознания. Прото-сознание. Идем дальше. И дальше идем. И? Ну это уже ближе к нам. То есть чакра по коленям и буй-чакра. Ну что-то дополнится? В принципе, по чакре, буй-чакре и по коленям у меня тут немного есть, так что не безразумело. Я могу, конечно, и подополнять там все, что надо. Ну здесь нужно, чтобы вы сообщили, что вам из этого непонятно, и я тогда дополню. А так, как бы просто пересказывать то, что уже написано в тексте, мне не особо интересно. А почему она у женщин легче активируется? Ну половые особенности. Ну допустим, как те же самые соски, они и у мужчин, и у женщин. Ну у мужчин, можно сказать, как спящие, а у женщин активные. И в принципе, можно сделать, чтобы у женщин борода росла, если захотелось. Потому что тоже, ну можно сказать, что к зачатке к бороде у женщин в спящем состоянии есть. Ну это я такие биологические примеры привел. А с чакрами так же самое. Снова, если надо что-то по этому детальнее объяснить, я готов. Ну я пока еще не знаю, что это детально. Если коротко, примитивно, приблизительно, то именно так. Понимание, что такое вот у Сылае у вас есть? Есть, и Белая тоже есть. Аааа. Ну это загальненько. Что дальше? Дальше это сырая, бел, джоцирная. Понимание, что это и зачем оно надо есть? Ну это сыра, все чакра, и чакры белого и черного. И понимание, что с ними делать есть? Ну развивати... Это хорошо. Ни черную Божу, ни белую Божу чакру. Ну в принципе они должны быть развинуты, но... Как правильно сказать? Что чтобы найти ни шляхом ни черного Бога, ни белого Бога. А идти шляхом правиль. То есть развивать их в меру необходимости, но не поддаваться иллюзорным концепциям, проистекающим ни от одной, ни от другой. Ну вот как руку, к примеру. Можно просто рукой пользоваться, а можно говорить, а рука тянется к пирожному. Помните эту идею? Не помню про пирожное. Одна знакомая. Я про себя знаю. А, ну так, уже памятаю, все, уже задала. Я про себя это знаю, уже доброе. Жаль. Но я борюсь. Вот, это уже доброе. На данном этапе я практически такого всякого не оживаю. Ну я сейчас говорю даже не о самих пирожных. Ну я разумею. А говорю вообще о идее, которая стоит за этим, когда человек говорит, ну что, рука тянется, я бы сама это не ела, а вот рука тянется, что же я сделаю. Или как про мужчин, которые хотят со всеми женщинами спать, про них говорят, что они членом думают. Хотя тем искром того члена совершенно, я думаю, что неинтересно то, что ими чрезмерно часто пользуется человек. Все мысли, какими бы они ни были, они формируются в сознании человеческом. И обвинять руку, член, живот там. Или как некоторые говорят, о, все проблемы от языка. Вот язык такой плохой. Взболтнул то, что не надо. И это так плохо. Все проблемы с головы. Да, проблема же не в языке как таковом, а именно в голове. Потом идти Дандартха и Даршакра. Ну, Дандартха мы чуть-чуть разбирались, что она такая. Она мне треба записать. Хорошо. Дандартха. Что? Треба записать. Не, я это услышал. Вы назвали Дандартху, я хотел, чтобы вы пересказали, чтобы проверить, правильно ли вы ее назвали. Дандартха. Да. Записали, да? Ну, Дандартха, запишите так, что перевод есть как Дандартха, Данда в данном контексте столб и Артха, благочестие, именно истинное благо. Мы как-то в прошлый раз в ваш приезд касались такой темы, что язык изменялся, есть разные пласты языка, помните? И есть пласты языка времен Российской империи, есть предыдущие и последующие пласты. Так вот, в изначальном древнеславянском языке было четыре слова, означающих то, что сейчас называется благом или добром. Были слова по всем четырем сваргочетверцам. Чтобы обозначить максимально комфортное состояние и то, к чему стремятся существа прави, максимально комфортное состояние и то, к чему стремятся существа мудрости. И так же само яви и нави. Осталось только слово благо, это от яви. А вот Артха это синоним в сваргочетверце прави. Понятно? Нидрадатта... Майжи. Что непонятно? Аксинчи надживаются? Нет, их давно уже выкинули. Еще в ведические времена, когда по чуть-чуть уже в начале Калиюги народ деградировал, то постепенно тяжело стало сохранять в сознании столько всяких вариантов, и они просто потерялись. Ну, есть же какие-то понимания этого блага для всех, потому что всякие истоты, они полезны для себя? Ну да, поэтому, соответственно, есть и отображающие, что одно отображает именно понимание того, к чему стремятся, и то, как удобно существовать существом прави. Есть другое для мудрости, для яви и нави. И Артха это именно в контексте прави. Допустим, по Велине твои пометающие, помните гимн? Так, я не пометаю, я его медузу читала. Помните фразу, которая чаще всего там повторяется? Истина, лучшее благо. Помните такое? Ну, как вам сказать, я помню. Ну, помните... Просто там молитва... Хорошо, это не надо воспринимать как молитву, просто, которую надо помолиться и забыть. Это нужно понимать, что там имеется в виду. И там есть фраза, истина, лучшее благо. Так вот, в оригинале эта фраза звучала как «Артха Бельджи». И получается... Бельджи — это благо? Нет. Получается, что Артха — это благо в контексте прави, и Бельджи — благо в контексте яви, учитывая то, как это было написано. И показывалось, что «Артха выше, чем благо». То есть, показывалось, что... Можно, если расширенную философскую фразу для современного языка сказать так. «Концепция восприятия идеалов свархочетверти прави превосходит идеалы существ свархочетверти яви». То есть, правь как справедливость. То есть, там уточнение, что правь как справедливость, она превосходит... И всё то, что мы приобретаем в контексте духовного развития и прави, оно превосходит идеи какого-то материального блага, удобства и так далее и тому подобное. Но при переводе, видите, уже чуть-чуть исказилось, что истинно лучшее благо. Хотя «благо» — это именно в контексте яви, сама фраза. И оно получается уже не совсем как-то. «Лучшее благо» — значит «все благо» — это благо. То есть, ну, глупость уже получается отчасти. Хотя всё это обусловлено только несовершенством современного языка. Так вот, «данда» — это столб или труба. И «данда артха» — это труба, передающая божественную энергию, энергию прави. Ещё другой вариант, как «дан», «дар», «дха». То есть, то, что нашему бытию, нашей жизни даёт истинные цели, истинный смысл и так дальше. То, что даёт нам жизнь в контексте высшего смысла. То, что нас перерождает. Понимаете, ну, ладно, так же, «дар чья», «дан», «дар», «дха». «Дан» — здесь, с одной стороны, потоковая энергия, которая нам даётся. «Дар» — ну, «дар». И «дха» — как «дыхание» — жизнь. В совокупном своём соединении эти фразы также порождают некоторые другие значения, в общей сложности которых я пересказал вам. Это канал, который врастает в горловую чакру. То есть, у кого он хорошо развинутый, то ему хорошо, по-моему, проповедует. Ну, здесь не вопрос, что у кого-то снова. Это страшный идиотизм, когда сейчас говорят, что вот все мы рождаемся типа по-разному, и как бы с этого и сходим. Если разумно подходить, то станет понятно, что мы можем развить что угодно. Вот, вы знаете, что есть физик, который там по миру ездит, проводит конференции, который мыслит, изучает и так дальше. Но при этом он на кресле и даже говорить не может. Он говорит с помощью синтезатора электронного. Но он ведёт более активный образ жизни, чем, к примеру, Ольгин друг-алкаш, который имеет ноги, имеет руки. Он таки волевый. Но он сидит у себя там в квартире и не вылазит. И он меня даже просил, чтобы я пошёл ему водку купил. Потому что говорит, я ещё на этой неделе не выходил на улицу. Представляете, до чего выходит? Так. А что? Ну, я не понимаю, а что? Что мешает выйти на улицу? Я это вообще, эгалистка, я ему этот вопрос задал, он как-то так это, ну, то ли застыдился, то ли что. Ну... Ну, ведь повешусь? Внятного нет чего. Я не понимаю, что мешает выйти. Ну, ну, что, ну, он живёт там на третьем этаже, там, что, тяжело спуститься, там. Кошмар. То есть это в любом случае проблемы психологические, а не физические. Поэтому если всё это понимать, то станет понятно, что всё зависит от нас. Хотим что-то уметь, будем уметь. И вопрос, насколько хотим. Так как вы знаете, что есть многие люди, вот как та же Чупакабра, которые хотят, чтобы всё, но и сразу. И ничего для этого не делать. Так что, видите, все кто-то что-то хотят и сами не знают, чего хотят. А и практически все, ну да, есть и люди, которые как-то ещё это делают, то, что хотят. А есть, которые просто сидят и хотят. Но при этом они сами нечестны с собой. Вот, к примеру, тот же друг, он для того, чтобы водку иметь, он всё-таки работает на эту водку. Ну, сожидянца покладывал. Ну да, он чинит компьютеры, он там... Нельзя сказать, вот относительно водки он идёт к этой цели. Нельзя сказать, что относительно водки он такой есть, пьёт, не есть, не пьёт. У него это продумано, у него там есть идея, что если нет водки, то он накупит спирта, накидает туда дрожжей, там что-то, витамины какие-то накидает. И вот эту дрянь будет пить. Я только это представляю, уже точнотворный рефлекс, готов к труду и обороне. Тут уже хвило, это и ворилку. Ну, то есть, видите, у него вот та цель, которая для него по-настоящему важна, он эту цель и добивается. Просто о других целях, когда, допустим, я ему говорил, что он мог бы быть вообще богачом, он мог бы быть одним из незаменимых людей. Помните, вчера, чтобы исправить те изменения, которые вы внесли в компьютер, я не сразу это смог. Мне пришлось долго думать, и я пытался найти в интернете ответ, так и не нашёл, хоть пробовал все варианты. И по большому счёту то, что я нашёл ответ, это не в меру знаний, а в меру просто метода научного тыка. Я пробовал все варианты, смотря какой из них сработает. Это не метод знаний. Это не то, что я там что-то вспомнил или что-то придумал. Я тыкал, тыкал и смотрел на изменения, которые возникают вследствие тех или иных моих водных действий. А, допустим, такой специалист, как он, он мог бы просто прийти, спросить у вас, в чём проблема, и сразу бы сделать. Главенционный зробь. Ну да, потому что у него знаний много. И он мог бы фирму свою открыть. У него, допустим, есть идея то, что... Вообще, как правило, в Одессе все говорят, что если что-то поломалось, то выкидывай. У меня только есть несколько знакомых, которые мне, допустим, перепаивают микросхемы, платы и всё такое. И то, один из них полгода недоступен, потому что он плавает. А у других там тоже свои дела. А ещё один из них, он хозяин целой сети фирм, которые этим занимаются. И хотя, как бы, за 8 лет, что я с ним общаюсь, и что я ему предоставляю цели и знания, он так и не соизволил хоть как-то, хоть чём-то помочь. Но вообще у него... Ну как, он, допустим, иногда с советами помогает, иногда, если я там приношу к нему какую-то деталь, и говорю, вот, пока не починишь, не сообщу то, что ты хочешь, то ещё на таком он, допустим, что-то делает. Хотя он мог бы, допустим, предоставлять там и технику какую-то, и ещё что-то, и ещё что-то, и так дальше. Но это отдельная история. Пока такой его полезный, полупаразитический образ взаимодействия я принимаю, так что вот так. Ну, просто я это к тому, что и её друг мог бы тоже свою какую-то фирму открыть. Потому что знаний у него хватает. Ну, у него мыты не мая такой. Ну да, у него никакой цели нет. Ему водка и всё. Ну, так у него там и та, и усыки. Да. Так что здесь надо разобраться с целью. И вот если даже дандартха у кого не активирована, то можно её активировать. Более того, всё, что я говорил, вообще это в контексте чакр, в контексте каких-то социальных или физических возможностей человеческого тела. А дандартха активируется просто, если человек проповедует. Вот если, допустим, вы будете проповедовать, и задача вашей проповеди будет не какой-то чупакабры, хорошо показать, какая вы там знающая.